привет всем снова себе джиби снова тот самый можете называть это панк-рок ужасный страшный который все ненавидят все любители настоящего рока настоящий рок это что это когда гитарист длинными волосами джинсах в кожаной куртке или в черной майке встает в паучьи и позы закидывает голову и начинает пилить просто на гитаре какую-то ахинею от которой все прутся в зале игре так какой-то лучи гитарист в мире послушайте а потом обсуждают в интернете как это лучший в мире гитарист послушайте и по я слышал ребята говно а не гитарист про кого я говорю неважно совершенно про лучи гитаристов мира так вот себе джиби играли гитаристы мира а также пели лучшие певцы мира и лучшие авторы песен мира но сегодня как вы понимаете не про queen's of the stone age даже не про афган викс которых я тоже очень люблю и о которых мы поговорим в следующий раз не про вот этот альбом даже queen's of the stone age а про джона кейла старину джона кейла чуть не вырвалась у меня лидера группы developed underground но там не было лидеров вывода на ground это такая компания которой нет ни лидеров и не было и не было ничего кроме адского рока настоящего адского рока вместе с ментальными плясками энди ворхолла который вокруг был в этом the ground создавал невероятное художественное пространство можно так сказать так вот джон кейл пластинка 79 года концертная запись джона кейла концерт в клубе себе джиби вот почему здесь себе джиби у меня мелькает самая тяжелая пластинка джона кейла кто такой джон кейл это академический музыкант альтист который играет на фортепьяно пишет симфонические произведения у него есть пластинки симфонической музыкой давал массу концертов с альтом один массу концертов фортепьяно приезжал в санкт-петербург выступал в консерватории у нас грамм фортепьяно и пел есть записи этого концерта все любители рока пришли в консерваторию слушать джона кейла velvet underground а он сидит на сцене и на фортепьяно играет и поет песню одну другую третью четвертую пятую шестую замечательная пластинка у него есть с луридом солнце фодрелла посвященная почившему энди ворхолу очень красивая они отдельно мы поговорим в общем музыкант не просто что называется широкого профиля а музыкант настоящий вот из тех самых музыкантов которые умеют очень многие очень многие люди пишут в комментариях и ада он играть не умеет про каких-нибудь хороших очень музыкантов которые очень круто играют пишут замечательные песни выпускают массу альбомов ой да он играть не умеет кто это такое это не это не тот вот гитарист наш любимый который умеет вот этот человек он умеет да он учился справка есть все успокойтесь скажите своим родителям что я слушаю музыку музыканта который играть умеет это для папы с мамой всегда приятно он учился там там сян знает ноты играет на альте играет на фортепиано и так далее так далее у кейла замечательные пластинки роковые после было вот андеграунд замечательные пластинки симфонической музыкой как я уже говорил пластинки с авангардной музыкой абсолютно вплоть до конкретной музыки пластинки хард роковые и пластинки очень современные последние три-четыре альбома прекрасные с электронным звучанием с электронными штуками с сэмплами со всеми теми вещами которые прилагаются к современной музыки к современным студиям к современному мышлению очень здорово меня тоже современное мышление но я играю гитарный рок только но очень много групп играет гитарный рок ничего страшного мыслит современно все равно такое тоже бывает там верлен кстати говоря из телевизион тоже играет гитарный рок мыслиться очень современно в этом с ним похоже во всем остальном нет так вот последние пластинки кейла они совсем уже из другой области они уже такие космические третьего тысячелетия но очень красивые а это то что и критики и я назову самой тяжелой пластинкой джона кейла она действительно выделяется из общего ряда его работ начиная от симфонических и кончая вот этими электронными она стоит совершенно отдельно и даже хард роковые пластинки кейла они все равно помягче папа послабже как как написано в одной статье очень правильно кстати написано лурит который считался самым радикальным музыкантом в группе developed underground самым злобным самым таким пробивным в это время в конце семидесятых записывал довольно постаральные альбомы балладные ну с роком да все с гитарами с барабанами но такие повествовательные и более или менее спокойные а в это время академический музыкант джон кейл носился по всему миру с концертами набрав в группу молодых шалопаев сошедших с ума на или молодых ублюдков сошедших с ума на хард-роки и вместе с ним давал с ними давал концерт и играя совершенно адскую музыку и это чистая правда я не знаю насчет молодых ублюдков следующий альбом хоне слова он записан с тем же составом действительно с молодыми скажем так ребятами музыкантами сошедшими с ума на хард-роки но здесь они играют гитарный рок умопомрачительный зубодробительный разрывающий тело плющащий душу и выключающий сознание но не вот этими штуками не не пинтаз не пентатониками вот которые не вот этими гаммами которые гоняются вверх вниз по грифу вот этого добра хватает в других местах они играют совершенно по-другому они играют там и а тональные всякие вещи и в других ладах играют в общем довольно такой хард-рок с привкусом авангарда в отличие от лурида у которого две пластинки рок-н-ролл-анимал и лурит лайф абсолютно хард-роковые сыграны гитарным составом гитаристы hunter и вагнер знакомые вам по пластинке элиса купера billion dollar babies они там играют тоже замечательные гитаристы и вот у лурида они там наяривают вовсю но наяривают очень хорошо очень вкусно лаконично хотя и быстро и много но все по делу очень здорово здесь нет здесь вот эти молодые ублюдки наяривают на гитарах какие-то страшные пассажи рвущие все как я уже говорил я уже повторяюсь первая песня ready for war для краткости она длиннее называется семь с половиной минут она идет и она вот сразу я могу сказать однозначно что для тех кто любит комфортную красивую мелодичную рок-музыку которую можно слушать с дамой бегите от этой пластинки как от огня потому что дома убежит 1 а вы убежите вторым убежите в ближайшую пивную чтобы быстренько хлопнуть кружек 7 примерно пива чтобы прийти в себя после вот этого рок-н-ролла джона кейл академического музыканта джона кейла тут адский фидбэк гитарный сверлящий просто как 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 бензопила отрезающая вам голову вот этот страшный фидбэк гитарный дуэт невероятные потом гитарное соло уходящие наверх куда-то куда-то непонятно куда с каким-то воем скрежетом визгом а кейл при этом поет ради фава готовы к войне вот так поет так 7 с половиной минут хотя там есть куплеты рефрены все в порядке просто такая песня которая заводится у меня сразу завела я сразу полюбил эту пластинку с первой песни вот этой ради фава следует следующая песня baby you know и да да и третье тоже evidence они удивительным образом похоже на песни и гиппопа не на какую-то конкретную песню а вообще на построение песен и гиппопа на построение мелодических линий и гиппопа так что тоже сердцу моему это все очень близко и тем кто любит творчество и гиппопа это тоже все очень понравится мистер манд невероятные бэки женские а а снизу вот это вот все просто вся вся вот это вот дичь хорошем смысле этого слова ревущая джон кейловская а тональные какие-то аккорды странные пассажи странная мелодия и очень мощно спета джон кейл вообще он физически очень сильный человек я говорил уже по моему когда мы встречались дмитрий ищем пучковым о том как я познакомился с джоном кейлом ну неважно как познакомился мы стали общаться признакомиться я пожал ему руку я думал джон кейл академический музыкант альтист скрипач ничего такой вот дядька здоровенные ладонь как лопата пожал мне руку моя рука в его ладони исчезла где-то там покой а потом я его спросил после уже свека когда разговор завязался я его спросил джон а что является для тебя мотиватором твоего творчества что тебя мотивирует писать песню кейл меня посмотрел где-то гнев вот так вот и вся пластинка это чистый гнев о чем свидетельствует песня но walking the dog песня руфуса томаса в общем то такой как бы блюз но с таким адским зверским вибрато в гитаре вибрато вот это вот не не электрическая вибрато а вот вибрато пальцами такое издевательство над любителями изящного хорошего красивого рока то есть музыки который не бывает в природе потому что изящного красивого чистого рока не бывает либо это рок либо это изящная красивая другая музыка но не рок вот так вот а здесь вот это издевательство над красивым изящным роком как раз имейте ввиду с девушками не они не слушайте слушайте в одиночку и с бухлом с хорошим на самом деле или без бухла как я вполне легко воспринимается грандиозное произведение captain hook 11 с половиной минут начинается как классическая какая-то такая сюита но переходит в традиционную довольно гармонию на четырех аккордах вниз но не банально звучит не банально потому что это вечная тема на этих четырех аккордах вниз можно написать тысячу мелодий по-разному аранжировать и всегда это будет интересно это как доля фасоль каденция примерно такая как на которой написаны десятки тысяч песен десятки тысяч мы все их слушаем все их знаем они все в этой каденции и они все разные при этом то же самое здесь монументальное полотно ядро альбома наверное вот это один с половиной минут все как нужно с гитарами с барабанами со страшными криками джона кейла академического музыканта но слава богу все заканчивается хорошо начинается baby you know baby you know начинается only time will tell песня спетая женщиной не знаю какую зовут я здесь здесь написаны имена женщин которых он благодарит хили кристалл и все или кристалл наверно я не знаю кто там пел себе джиби с ним но красивенько но в общем в общем не как на самом деле крась край красивенько стран такой перед их небольшой перед заглавной песни саботаж который джон кейл убивает зал уже окончательно и убивает тех слушателей которые слушают эту музыку на пластинке меня она убила и я до сих пор не могу вернуться к жизни а прошло уже 79 года достаточно много как писал венечко ерофеев свои бессмертные поэме москва петушки с тех пор я не приходил в сознание и больше никогда не приду джон кейл саботаж life я пошел правильно пить пока